Так выглядит структура твердой мозговой оболочки до обработки. Это препарат с увеличением на 100, окраска гематоксилином и эозином. Мы визуализируем немногочисленные клетки, которые имеют место. Ну а также волокна коллагена плотные, все однонаправленные и зрелые, о чем говорит их толщина и интенсивность окраски. А так выглядит твердая мозговая оболочка после обработки. Гистологический препарат также увеличением 100, аналогичная окраска гематоксилином и эозином. Мы видим зрелые коллагеновые волокна, которые истончаются после леофилизации и обработки. Структура становится в твердой мозговой оболочке более рыхлая и более сетчатая. Клеток мы здесь однозначно никаких не видим. Волокна становятся равномерные, также однонаправленные, о чем говорит зрелость твердой мозговой оболочки, ее состоятельность. И структура материала становится сетчатой. Объекты исследования, которые приняли участие, в нем это 60 лабораторных крыс линий Вистер, обоих полов, возрастом 5-6 месяцев и средним весом 190 граммов. Животные находились в изоляторе в соответствии с требованиями в течение 14 дней до эксперимента и были обработаны от экзо- и эктопаразитов. Животные содержались на сбалансированном световом режиме, свободном доступе к воде и стандартном корме. Все животные были оперированы в течение 15 дней, поэтому хирургический этап он занял не так много времени. Все испытуемые животные были объединены в две группы. Первая это группа контроля, где хирургическим путем имитировали рецессию. И в дальнейшем однослойным методом, в соответствии с разработанной моделью операции, ушивали рану по протоколу моделированной операции. И группы исследования хирургическим путем имитировали рецессию Дисны, устанавливая пластический материал, а именно аллогенную твердую мозговую оболочку. И ушивали рану по протоколу моделированной операции. Патент вышел в 2017 году и публикация на этот счет также вышла немножко позже, чем было проведено исследование. Протокол хирургической операции. Он включал в обоих случаях для обеих групп следующие пункты, отмеченные голубым цветом. Это дизайн разреза, интросулькулярный, то есть посередине межзубного сосочка, параллельно корню зуба. Отслаивание слизистым мышечным лоскутом, создание карманов по слизистым пространстве, медикаментозную обработку операционной раны раствором фитоден, скорой осины и хлорофилом, медными производными хлорофилом. И ушивание операционной раны, пункт 8, двойным объемным, петлевидным, кисетным, он еще называется швом. В случае, когда мы использовали твердую мозговую оболочку, дополнительно из пунктов протокола хирургической операции были следующие, это подготовка аллатрансплантата твердой мозговой оболочки, перфорация для профилактики отека и более быстрая стимуляция воскулиризации от слизистого надкосничного лоскута, регидратация физиологическим раствором в данном случае, медикаментозная обработка операционной раны раствором фитодент и фиксация аллатрансплантата в операционном поле узловыми одиночными швами по периметру. Фиксация слизистого надкосничного лоскута крестообразным вертикальным прижимающим швом для удержания лоскута, во-первых, в новом положении, и, второе, за счет увеличения объема мягких тканей под лоскутом, плотная фиксация слизистого мышечного лоскута к твердой мозговой оболочке и к принимающему ложу. Посмотрим иллюстрации к хирургическому этапу. Мы видим крысу, которая находится в наркозе, и определяем зону начальной точки разреза. Хорошо визуализируется зона нижней челюсти. Обоюдоострым микроблейдом мы отслаиваем полнослойный слизистый мышечный лоскут и формируем его по протоколу. Мы видим твердую мозговую оболочку, аллогенную, соответственно, это ТМО-крыса, которая будет установлена вот в подготовленный карман. В данном случае происходило без фиксации, поскольку не было такой необходимости, но операционным швом мы фиксировали лоскут к твердой мозговой оболочке, к принимающему ложу в дальнейшем. Это обвивной петлевидный кисетный шов к зубам для того, чтобы плотно зафиксировать пластический материал и ушить операционную рану. Гистологические препараты, которые нам удалось получить после выведения животных из исследования, мы получили следующее. Препарат мягких тканей через 3 дня после операции. Это зона установки твердой мозговой оболочки. Мы смотрели ее на тину, для того, чтобы иметь возможность отличать ее на гистологических препаратах. Окраска гемотоксилина и азином. Левая картинка на 40. И правая на 400. Что мы видим здесь? В центре препарата наблюдается локальная еще воспалительная реакция. Смотрим левую картинку. В центре препарата и внизу наблюдается объем детритной массы, который еще имеет место. Он полностью не эвакуировался макрофагами. Но нейтрофила здесь уже присутствует. Это локальная воспалительная реакция на имплантированный материал. Твердая мозговая оболочка стимулирует, поскольку она видимо организму, она стимулирует нейтрофильную реакцию. Нейтрофилы уже с первых минут начинают активно мигрировать в зону установки твердой мозговой оболочки. И создавая основу для дальнейших клеточных реакций и прихода сюда макрофагов. И устранению всех факторов воспаления, повреждения в первую очередь. Повреждения и отека. Виден трансплантат твердой мозговой оболочки в средней части сложенный. В различном направлении. Где-то у нас в середине препарата прям попал срез горизонтальный слоя твердой мозговой оболочки. Поэтому можем наблюдать его. Область имплантации ограничена от окружающих тканей четкой демаркационной линии. То есть валом клеток. И представлена фрагментом ТМО, который окружен большим количеством сегмента ядерных и палочкой ядерных лимфоцитов. Также часто встречаются макрофаги. В пограничной области наблюдаются расширенные капилляры с явлением полнокровия. И в их прослете визуализируется большое количество эритроцитов различной степени зрелости. Различной формы, плотно прилегающих друг к другу. Выраженная нейтрофильная реакция на дуроматор присутствует. Поэтому присутствуют макрофаги, которые деградируют твердую мозговую оболочку. Это мы видим на препарате справа. Прямо сидят на ней макрофаги и активно ее биодеградируют. О чем видно в средней части и в левой части. Прямо они как в нише хаушипа, как в лакунах резорпции. Остеокласти сидят на костной ткани. Левый препарат увеличение 400. Ну и мы видим активную агрегацию клеток на поверхности ТМО. Очень много макрофагов со всех сторон от фрагментов твердой мозговой оболочки. Что говорит еще раз о том, что в процессе технологии обработки весь материал, полученный по технологии Леопласт, сохраняет свой биологический потенциал, активную индукцию, клеточную индукцию. Он стимулирует миграцию клеток суда, активную репарацию, регенерацию и формирование новых тканей. Препарат мягких тканей через 3 дня после операции в зоне установки дуроматора. Увеличение 400 окраска гемотоксилином и эозином. Мы наблюдаем сосуды микроциркуляторного русла, которые резко расширены. Слева мы видим сосуд, он полнокровный. И видны застойные явления. Стас об этом говорит краевое стояние эритроцитов. Визуализируется много макрофагов вокруг сосудов тканевых. И мы видим вновь образованный молодой сосуд. И в просвете, указанный стрелкой, и в просвете сосуда выше мы также видим краевое стояние эритроцитов. Препарат мягких тканей через 7 дней после операции. Поскольку у крыс обмен веществ примерно в 20 раз быстрее, чем у человека, то все процессы происходят тоже быстрее. Мы наблюдаем через 7 дней уже в отдельных зонах практически полную биодеградацию твердомозговой оболочки. Образование на ее месте большого количества молодых сосудов. Ну и вот стрелкой в данном случае указан артефакт, подтверждающий место хирургической операции. Установка суда твердомозговой оболочки. Это срез шва, имеющий характерную окраску. Это псевдомононить. Также мы видим активную восклюризацию мягких тканей. Большое количество вновь образованных сосудов, срезанных под разным углом. И вдоль, и поперек, и под углом. Об этом говорят просветы. Ну и сверху мы видим еще состоятельную пока твердую мозговую оболочку, биодеградируемую, где мы видим вот как раз скопление макрофагов на ее поверхности. Это в правом верхнем углу, если отступить немножко от правого верхнего угла. Видим прямо скопление двух макрофагов на поверхности твердой мозговой оболочки. Признаков воспаления здесь уже нет. Ну и сформирована молодая соединительная ткань в самом центре. Да, как раз фрагмент шва, о котором я говорил. Препарат мягких тканей аналогично через 7 дней после операции. Это группа контроля. В данной зоне не было установлено твердой мозговой оболочки. Мы наблюдаем формирование соединительной ткани, активную воскулиризацию микроциркуляторного русла, ну и волокна соединительной ткани коллагена различной степени зрелости. О чем говорит интенсивность окраски. Зеленые это эритроциты. Здесь нет уже признаков отека, сосуды в норме. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова